День на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. Я Лаисина. Здравствуйте. Завтра день рождения моего самого любимого существа. Конечно же после дочки, жены, мамы и тещи. И меня. Тогда еще и тебя. Я говорю про живое существо, которое состоит из миллионов разнообразных личностей. Я говорю про свою любимую Одессу. А у нас в студии режиссер Роман Волчек, который представит картину об Одессе. Одесса, как она есть. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Собственно, давайте сейчас... Начнем с трейлера. Конечно, так же принято. Сначала посмотреть трейлер, а потом... А потом объяснить, что хотел сказать режиссер. Конечно. Просим вывести трейлер. Когда ты здесь находишься, наверное... Наверное, ты не каждый день думаешь. Как круто, как мне повезло, что я живу в Одессе. Когда уезжаешь, возвращаешься, снова и снова радуешься. Когда спрашивают национальность, мы всегда говорили Одессе. Одессе – это мой второй родитель. Любильник. Я, блин, счастлив здесь жить. Здесь я стал собой. Кто-то ссорится, приезжайте к нам, мы найдем золотую середину. Это наше, это наш цинес. Мы всех помирим. Даже маленькая улыбка может убить самую большую бацинь. Одесса – это не повторим город. Наверное, все-таки я бы мечтала жить в этом городе. И побольше непонятного. Когда все понятно, оно как бы скучно. Итак, фильм, который был презентован на детском кинофестивале в прошлом году. На кинорынке. Извините, на кинорынке. А после этого участвовал еще в некоторых фестивалях по миру. Где были премьеры? Было в Харькове, было в Мариуполе, это в Украине. Было в Бразилии, в Сан-Пауло, в Австралии, в Сидней. 28 сентября мы закрыли, ой, сентября-август. Закрыли сезон, показали его в Египте, в Каире, там на первом международном кинофестивале. И вот как бы где-то 5-6 кинофестивалей за год мы провели. Две награды получили в Украине. То есть на международных кинофестивалях там особых успехов мы не добились. Ну и то спасибо, что фильм об Одессе был интересен в таких далеких для иностранных. О чем рассказывает картина, в чем главная идея? Ну идея, то есть мы для себя пытались ответить на вопрос, изменилась ли Одесса, осталась ли она такой, как есть. Стала ли она лучше, намного лучше или наоборот стала хуже. Ответили на вопрос? Для себя, да. Зрители посмотрят и для себя ответят на этот вопрос. Какой ответ для себя нашли? Я думаю, что Одесса меняется, меняется стремительно, меняется в лучшую сторону. То есть тот колорит, о котором мы пытались говорить в фильме, он все-таки сохранился. Он есть, есть люди, которые его поддерживают, развивают. Ну и 21 век Одесса движется вперед и не стоит на месте. Это приятно. Приблизительно год назад был закрытый показ в городе Одессе. Я на нем присутствовал, мы разговаривали с вами. И я задал вопрос, будет ли вторая серия, ведь Одесса каждый год новая? Ну пока ко второй серии не пришли. То есть не готовы? Это вопрос финансовый или вопрос накопления материала хочется увидеть? Какие-то качественные изменения? Ну и финансовый вопрос накопления материала, потому что Одесса действительно большой город, много миллионов и с большой, с интересной историей. Здесь надо подходить к этому вопросу крайне серьезно. Тогда и кино получится, то есть еще сильнее. Были какие-то сложности при создании картины? Ну, в принципе нет, особых сложностей не было. То есть те люди, к кому мы обращались, всегда шли на встречу, то есть максимально помогали. Сложность это только то, что там ее приходилось монтировать по ночам, потому что наш третий режиссер Андрей Поповиченко, днем он был занят своей работой. И ночью мы приходили и начинали монтировать кино. То есть он работал практически там 23-22 часа в сутки. Самый яркий момент за время съемок, монтажа, за время создания киноленты, вот который запомнился больше всего и возможно даже не попал в саму картину? Ой, такой сложный вопрос задаете. Я уже не вспомню, это год назад было, что такого было яркого. А, ну на привозе нас задержала охрана, не разрешили там снимать. Это был яркий момент, и привоз практически там и не попал в принципе в фильм. Приходите работать к нам в новости, у нас все время кого-то не пускаются на привозе. Да, я видел, видел репортаж. Что касается новостного канала, то это даже хорошая, в общем-то, характеристика. Для фильма, возможно, это неудачно. Как поменялась судьба главных героев, общаетесь ли вы с ними дальше? Ну, из обычных одесситов, к сожалению, не знаю, как изменилась их судьба. Кое-кого я вижу там на Соборке, эти мужчины продолжают играть в шахматы. У Феликса Шиндера все хорошо, в Театр Массы тоже все прекрасно. А в остальных, как бы, ничего не скажу, не знаю. Как выбирали персонажей для своей картины? Ну... Ведь одесситов известных много. Сначала было случайно, то есть сначала мы начали в Соборке, нам просто было интересно раскрыть атмосферу. Вот это то, что происходит на Соборке. Вот эта игра в шахматы, в домино, то есть какая-то атмосфера, чем они живут, эти люди. А потом потихоньку в фильме начали приходить герои. Так появился Феликс Шиндер, немножко Цимеса, Театр Массы. И потихоньку-потихоньку начали появляться там новые-новые герои. На вторую серию, если она будет, уже придумали героев? Нет, нет, мы еще даже не думали о второй серии на самом деле. Нет потребности или не о чем больше говорить? Как бы говорить есть о чем, и потребность, и просто как бы... Одесса ведь разная. Одесса разная, просто жанр документального кино достаточно специфический жанр, то есть это наш был дебют в полуметражном кино и в документальном, и тут действительно мы столкнулись с таким моментом, что документальное кино должно раскрывать какую-то остросоциальную проблему. Проблема геноцид евреев, геноцид армян, голодомор, еще какие-то проблемы. То есть мы раскрыли даже не проблему города, мы раскрыли ощущение этого города, то есть как видим мы его, как видят люди, которые живут в нем, либо когда-то жили. То есть эта тема для большого, для массового зрителя, наверное, не так интересна, как для самих одесситов, либо для людей, которые... А возможно, это было бы интересно для туристов, которые планируют приехать в Одессу. Возможно, согласен с вами. Даже можно разместить на портале городского совета. Ну, это уже... Так рекламный ролик. Это уже, собственно говоря, вопрос интеллектальной собственности, желание капитализировать ее. Что касается режиссерского дебюта, есть ли у вашего режиссерского дебюта какие-то планы на, может быть, не документальное кино? Мы поняли, что в ближайшее время мы его не видим. Может быть, это есть счет об художественном, коротком или длинном метре? Ну, работаем сейчас над очень интересным сценарием. То есть я думаю, что получится очень сильная история. То есть синонсис уже практически написан, режиссерское видение написано. То есть там есть наброски уже сценария, страница 10-15. Что это? Драма, комедия, криминал? Что это может быть? Это, скорее всего, что это триллер такой. Сниматься планируете в Одессе? Наверное. Ну, если совсем с деньгами все будет плохо, то в Одессе. А так, конечно, смотрим мы и на Запад. Слушай, в Одессе выйдет в старую часть, где стройка идет, а можно и триллер, и фильм музыки снимать, и все что угодно. Это факт. Роман, благодарим вас. Творческих успехов. Режиссер Роман Волчук был нашим гостем. Прервемся на выпуск новостей. После вернемся в студию, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ. И будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова